История, которые хранит эта земля, такие древние, а порой и загадочные, что иногда начинаешь сомневаться в их правдоподобности. Но, как известно, в каждой сказке есть только доля вымысла, а остальное все правда. И в этом мы сегодня убедимся. Что делать, когда душа просто требует праздника, а другие части тела при этом не хотят приключений? Я думаю, нужно отправляться на рыбалку. Так что расслабляемся, отдыхаем спокойно, по-мужски. Гальческое озеро – настоящая жемчужина Костромской области. Здесь до сих пор в немалом количестве водятся королевы российских рек и озер – щуки. И если вы никогда до этого не брали в руки удочку, то тут вам нужно сделать это обязательно. По щучьему велению, по моему хотенью. Ну, согласитесь, какой же русский человек хотя бы раз в жизни не мечтал произнести эти слова. И чтобы усе потом обязательно по-евонному было. Вы думаете такое, возможно, только в сказках? Ничего подобного. Это вы, наверное, просто никогда не были в Костромской области. Ну что ж, по щучьему велению, по моему хотенью, организуй-ка мне, щука, рыбалочку. Красота-то какая, а! Щука! Вы так и заговаривались! Давай мне обратно в лодку! Быстро! Молодец, щука! Даже переодеть не забыла. Так вот, почему эту рыбу нужно ловить именно здесь? Да потому, что по преданию, тот самый Емеля жил где-то на берегу именно Гаеческого озера. И свою волшебную рыбу он поймал именно здесь. Если кто забыл, Емеля – это сказочный персонаж, который голыми руками сумел выловить волшебную щуку. В обмен на свободу рыбка даровала ему магическое заклинание. Сначала Емель использовал приобретенный дар в бытовых целях. Ну а затем с его помощью и царскую дочку в жены взял. Щука – это пресноводный хищник. При этом поймать ее может даже неискушенный новичок. Рыба затаивается в зарослях подводной растительности и ждет. Заметив добычу, она стремглав бросается на нее и жадно пожирает, как правило, с головы. Щука вообще неразборчива в своем меню, и самая простая наживка заглатывается с удовольствием. Ну что, красотка, а? Тоже мне. Думал меня поймать. А я ему еще помогала. Как-то да, нехорошо получилось. Как дела? Ну ничего, давай к нам. Мы покажем, как надо щуку ловить. Труженики здешней рыболовецкой артели временно приняли меня в свою команду и поделились секретами старинного мастерства. Говорят, такой способ ловли рыбы остался только здесь, на Галическом озере. Что сейчас происходит? Две лодки расходятся примерно на расстоянии 100 метров. Выбрасываются сети, и получается вот такой вот полукруг. Потом лодки сходятся, сеть схлопывается, и достается рыба. Вот ты берешь руками, а надо... А-а-а, все. Ага, все, Пуле. И ногами убирают. А руками быстро забьешь руки. Галич называли рыбной слободой. Кстати говоря, сохранилось описание пира царя Алексея Михайловича, где главным блюдом была галическая рыба. Ух ты, как тихо, спокойно. Ну вот она, первая галическая щука. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что это щуренок. Нормальные рыбы в здешнем водоеме, ну это 4-8 килограмм. Правда, говорят, бывает и... 30, а то и больше. Ну, вообще, принято вот первую щуку на удачу целовать. Не будем нарушать традиции. Поцелуй и отпущу. Ну, пусть растет, согласитесь. Давай, плыви, мой хороший. А вообще, сказка про имелиную щуку возникла здесь не на пустом месте. Говорят, тысячу лет назад в Галичском озере затонула ладья, груженая золотом. И с тех пор, иногда, правда, редко, в животах у местных рыб находят золотые монеты. Кстати, о золоте. Молва утверждает, что в 50 километрах отсюда, в Чухламском озере, водится, вы не поверите, золотая рыбка. Надо проверить. Так что, по щучьему велению, по моему хотенью, отправляюсь в Чухламу. Хороший способ передвижения, надо запомнить. Правда, боюсь, за пределами Костромской области он не работает. Золотая рыбка. Придумают же тоже, а. Здравствуйте. Здравствуйте, милый человек. Скажите, а у вас правда золотая рыбка водится? И не сомневайтесь, садитесь, покажу. Вот это да. Золотой рыбкой здесь называют чухламского карася. Отличается он от речного, прежде всего, золотистым окрасом. Да и весит прилично. До 4 килограмм. Чухламское озеро – это настоящий рай для рыболовов. Рыбы здесь очень-очень много. Это настоящий вызов для профессионалов. А вот в том, что рыбы здесь и вправду много, мы совсем скоро убедимся и проведем для этого небольшой эксперимент. Чтобы сэкономить время, местный рыбинспектор дядя Саша решил поставить сети и показать живого золотого чухламского карася. И правда, ждать долго не пришлось. Справедливости ради нужно сказать, что, конечно, сейчас чухламского карася здесь немного. Но все-таки есть, вот оно, живое доказательство. А вообще, дорогие спортсмены-рыболовы, приезжайте сюда, в чухламу. Померитесь силами со здешней рыбкой. Нелегко ее поймать, но возможно. И, дорогие мои, ни хвоста вам, ни чешуи. Кострома – это сказочное место. Люди радушные, природа великолепна. И с обитателями здешних водоемов все хорошо. Так что, друзья, хотите отдохнуть, набраться сил и новых впечатлений? Берите удочки и приезжайте сюда. Наградой вам будет золотая рыбка. Вот она, золотая чухламская рыбка. Но если вы думаете, что этот город знаменит исключительно своим карасем, то вы глубоко ошибаетесь. Здесь просто обалденный чухламской лимонад. И замечательный, очень вкусный чухламской хлеб. Редактор субтитров А.Семкин